Вот уже несколько дней вся страна смакует историю с дракой известного певца Юрия Антонова, который подрался на АЗС с неким неизвестным байкером. Позиция самого Юрия Антонова уже давно известна. Мы неоднократно писали о ней на страницах «Комсомольской правды». А вот байкер долгое время оставался в тени. Как же мы радовались, когда в этот понедельник тот самый, якобы тот самый байкер, дозвонился в прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Антонов утверждает, что вы налетели на него и начали избивать. Видно было, что человек настроен агрессивно. Это точка зрения певца. А что было с вашей точки зрения на самом деле, Евгений? Ну, на самом деле, все было как раз по-другому. Я просто не хотел вмешиваться в этот конфликт, сделать какие-то заявления для прессы. А мне это не надо, поймите, я просто обычный человек. И мне вот эта шумиха, весь этот пиар, вот этот модный сейчас, он совершенно не нужен. Представившись с Евгением Грачевым, парень долго и эмоционально рассказывал о том, что же на самом деле произошло на автозаправке. И все было бы хорошо, если бы одна из наших журналисток, случайно не слушая эфир, не узнала по голосу этого самого «байкера» в кавычках. На самом деле, это оказался весьма известный пранкер Юрий под кличкой Вован. Напомним, пранкеры – это те ребята, которые очень любят устраивать телефонные розыгрыши. У нас оказался номер телефона пранкера Юрия, он же якобы байкер Евгений. Что ж, попробуем его набрать. Алло, Евгений, добрый день еще раз, радио. Газета «Комсомольская правда», Евгений Спрычева. Евгений, а если у вас нет возможности встречаться, можно мы зададим несколько вопросов, чтобы номер поставить, уточняющих? Получается, Юрий Антонов изначально выхватил пистолет, а потом биту достал? Нет, 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 подождите. Сначала, нет, это не бита была вообще. Это была палка такая. Не знаю, откуда он выскочил, он вытащил, и он скинул ее в меня. Но у меня не попал, спал девушке в плечо. И потом достал пистолет, я потом, когда хотел к нему подойти, разобраться, почему он кидается, что он неадекватный такой. Вот, и он вытащил из кармана вот эту штуку. Как мы позже поняли, это травматический пистолет. И на пазу, он сказал, что сейчас наш пидет, и там, подходи ко мне вообще, сейчас буду сказать, что у тебя ничего за это не будет. Я известный человек, там, меня отмажут, там, у меня связи в органах. Хотела уточнить, ваш байк был без номеров, я правильно понимаю? Да, 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 да. А как так получилось? Почему без номеров-то? Дело в том, что по нашим правилам дорожного движения законодательство это позволяет. То есть номера иметь при себе, ну, не обязательно, достаточно иметь документы, которые у нас с собой были на транспорт. Это не автомобиль, то есть, ну, не как автомобиль, это мотоцикл. И по действующему законодательству номера на него не нужны. А, то есть вы решили их изначально не приобретать или как? Нет, нет, номера у меня есть, но просто я их пока не прикручивал, потому что законодательство это позволяет и не считается каким-то правонарушением. Скажешь, ясненько. А скажите, такая еще, сейчас пошла информация, что якобы Юрий Антонов стрелял в вас четыре раза. Нет, нет, ультралов не было, он просто направлял пистолет на меня и на мою девушку. Ее зовут Нина Познякова, она работает в детском садике. Нина Познякова. Ну, конечно, да, 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 шок это был. Угу. Шок был, да, для нее? А в каком детском саду Нина работает? Что-что? В каком детском садике Нина работает? Ну, вы знаете, я не хотел бы афицировать, это ей тоже проблема не нужна. Она сказала, что если там нужны какие-то слизистые показания в суде, то она, конечно, безусловно, меня поддержит, но так вот для прессы она, ну, не хотела бы, чтобы вот ее жизнь превращали в постоянные вот эти звонки и мучения. Угу. Но вот по поводу суда прошла информация, что вы написали заявление, так ли это? Нет, нет, заявление я не писал. Это все слова Антонова. Дело в том, что со мной никакие правоохранительные органы до сих пор не связывались, и поэтому как что-то будет известно, тогда я уже буду принимать какие-то ответственные меры. Не связывались? Как думаете, почему? Не могут вас найти? Ну, видимо, да. А вы почему не пошли и не сдали? Вот он я. Ну, зачем? Мне не надо, вот это все мне, я сказал, совершенно не нужен, в принципе. И я думаю, что просто это может закончиться. Ну, не очень хорошо для меня, так как этот человек, он, как он себя называет, брезда достижения, и там у него, как он мне тогда угрожал, в заправке, что вот у него есть связи в органах, и что меня могут посадить, там ему ничего за это не будет, то есть даже он может стрелять в меня, если бы он скажет, что я оборонялся, всего лишь. Ясно. Спасибо вам, Евгений. Но, знаете, наверное, вас было бы лучше называть все-таки не Евгений, а Юрий. Почему Юрий? Потому что, насколько нам известно, вы все-таки Юрий, который известен в пранковских кругах под ником Вован. А как может быть Вован быть Юрием? Ну, я не знаю, вас хотели спросить, просто вы знаете, узнали ваш голос, когда вы позвонили к нам на радиоэфир? Вот. И знаем, что вы несколько раз уже нам звонили, и представляетесь разными персонажами. Ага, то есть вас Юрий Антонов, то есть, купил, да, получается? Почему купил? Ну, вы мне сейчас какую-то ахинею несете. А, ну, возможно, ахинею... Ну, и подождите, если вы не хотите ничего перечатать мои слова, то зачем вы мне звоните тогда? Если вы не хотите, тогда я просто пишу трубку, и о позвонях какие-то другие, может быть, кто меня так хочет послышать. Так вы и так ведь звонили, вы на эхо звонили, правильно? Ну, да-да-да, они, например, дали мою речь вполне. Ну, вот и мы хотим ее дать, но единственное, сомневаемся, что вы действительно являетесь тем самым байкером. Евгения, а вы знаете, что такое пранкерское движение? Нет, я первый раз слышу от вас. Не догадываетесь? Нет. Угу. А как... Вы его представительница? Нет, я думаю, что вы его представитель, потому что с вашего телефона и вашим голосом звонили нашему главному редактору, звонили Киркорову, звонили Билану и еще многим людям, и все внесли некую ахинею, пытаясь их вывести из себя и запутать ситуацию. Вот вы зачем это делаете? А при чем здесь Билан? Это я, Антон, у нас это происходит. Ну, давайте выясним все-таки, вы правы или мы правы. Если мы увидим ваш байк, мы вам верим. Все, вы не пранкер, вы действительно Евгений. Итак, вы готовы нам показать свой байк? Ну, давайте, а мы же на вечер договаривались. Ну, давайте время назначим. А ну, давайте где-то в 8. Так, в 8 где? Ну, давайте я точно определюсь, а в Алтуфьево вы можете подъехать к метро? Там Макдональдс рядом. Метро Алтуфьево без проблем. Да, да, да. Ну, хорошо. Итак, мы с вами договариваемся на 8 часов у Макдональдса метро Алтуфьево, где мы сможем посмотреть на вас и ваш байк. И тем самым вы нам докажете, что вы никакой не пранкер, а на самом деле тот самый байкер. Ну, да. Мы придумали такой вариант, чтобы вас не дергать вечером, да, и вот действительно убедиться, ну, может быть, мы не правы, ну, черт его знает. Не могли бы вы блицам ответить на кратенькие вопросы по байку? Это что, какие-то тесты, что ли? Нет, нет, очень короткие вопросы. Ну, в частности, вот объем двигателя вашего мотоцикла. Ну, это какие-то странные вопросы, честно говоря. Да, странные. Нет, это не странные. Все-таки, я распрощаюсь. Нет, вы... Я перезвоню на этот номер, что я буду. Вы не сможете перезвонить на этот номер. Комсомольская правда. Комсомольская правда.